Сегодня я хотел бы сказать о бизнесе, несколько слов. Сегодня у нас такое собрание, как от весов, с метром он начал, с измерений. Брат Игорь с весами, я с бухгалтерией. Знаете, друзья, вообще я хочу подойти, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Бизнес, бизнес, что такое вообще? Вы бизнесом занимались? Торговые. Торговые, да. Кто-то на каком-то уровне занимался, наверное, бизнесом. Занимались, торговые, нет? И когда? Я занимался. Занимался, понимаешь, значит, что такое. Оттуда-сюда, оттуда-сюда, прибыль получаешь, да? Вы знаете, цель бизнеса какая? Прибыль. Первая цель бизнеса, это получить прибыль. Вторая цель бизнеса какая? А? Я думаю, вторая цель бизнеса, получить еще больше прибыли. А третья цель бизнеса какая? Уже понятна. Получить как можно больше прибыль. Больше, да. Цель бизнеса в этом. Где всякий бизнесмен, всякий человек, занимающийся торговлей, у него мысли направлены только на одно. Как можно больше денег. Больше и больше денег. Вот в этом суть всего. Для этого, конечно, он все оставляет. Он занимается только бизнесом. Он больше ничем не занимается. Вот его одна цель – умножение капитала. Все, его мысли в этом. У него не выключается телефон. У него ни один, ни два телефона. Три, может быть, четыре. Ему все звонят на каждую там свой телефон. Он и не спит, и на чай, и он постоянно что-то что-то считает и тому подобное. Я знаю одного человека, там, ну, раз там одна дальняя родственница в Америке живет, там муж, он там какой-то крупный бизнесмен ее. И она так рассказывала, что даже вот он приходит домой, открывает компьютер, ноутбук, и он там считает. И он считает, считает, там все письма туда и сюда, потому что это дело. Он не может его остановить. И днем, и ночью мысли его заняты об одном. Дело. Чтобы это дело было успешным, чтобы это дело было прибыльным, и прибыль, чтобы было с каждым разом все больше и больше. Ну, я вспоминаю Советский Союз, конечно, когда разрушился, все занимались бизнесом, все что-то продавали, у всех была фирма. У вас была фирма? Нет, не было фирмы. Да, у меня была фирма. У многих здесь было фирма, и все ходили с ключами с печатью, там, фирма и тому подобное. И через несколько лет все эти фирмы закрылись, потому что когда разрушился Советский Союз, понятия люди не имели. Думали, что достаточно открыть фирму, зарегистрировать ее, и ты станешь богатым. Деньги почему-то к тебе потекут, но открылись эти фирмы, деньги не потекли. Почему-то оказывается, чтобы делать бизнес, нужно мозги иметь. Нужно знать, куда эти деньги вложить. Надо знать, как это обернуть. Надо знать все эти ходы-выходы и тому подобное. Очень много там таких нюансов. Все эти фирмы, они в основном все позакрывались, и все это закончилось. И, конечно, все это безуспешно. И знаете, братья и сестры, я к чему хочу повести речь, да? Господь, Он учит нас делать духовный бизнес. Духовный бизнес. Я не знаю, насколько успешно мы... Как вы понимаете, вот человек, сегодня состояние человека, вообще, миру состояние человека, он хочет быть богатым. Я ошибаюсь или нет? Все люди думают быть богатыми. Есть очень мало людей, которые думают, не думают быть богатыми. Да, это Саша. Остальные в миру люди, которые живут, они думают быть богатыми. И все средства и цели, они направляют на то, чтобы быть богатыми. Но вы знаете, оно не получается в жизни у человека. Единицы кто-то там выбивается, и единицы там что-то такое получают. Господь наш. Господь наш. Предлагает верующим людям удивительный бизнес. Он раздает таланты. Чтобы бизнес начать, что ты должен иметь? Должен иметь начальный капитал. Что не хватало многим директорам, так называемым в кавычках и тому подобное. Открыл фирму, они потом искали начальный капитал. Кто-то там богатый дядя что-то дал, что-то там продам, что-то куплю. Это, конечно, ничем хорошим не заканчивалось. Все это трагедиями оборачивалось и тому подобное. Ты должен иметь этот начальный капитал. Христос здесь говорит, я даю вам начальный капитал. Дает пять талантов, дает десять талантов, дает три таланта. Всем дает он деньги. Талант это деньги. Талант это 25 килограммов серебра. Это он дал нам духовный пример всего. Одному дал десять талантов, 250 килограммов серебра. По мере сил каждому человеку. В духовной жизни, братья и сестры, каждый из нас получает по мере... А что это за духовные деньги? Вот это что это за валюты? Это не доллары, понятно, да? Не доллары, не лары, не фунты стерлингов, да? И даже не турецкие элеры. Это что это? Это духовный капитал, откровение лично тебе об Иисусе Христе. Насколько ты его пустишь в оборот, настолько все это будет ждать тебя в вечной жизни. Вы знаете, вот я хотел бы, чтобы вы задумались просто, вот к чему я эту речь веду, вот к кульминации, к чему я хочу повести вот эту речь, да? Буквально вот несколько слов главных, да? Вы это себе реально представляете или нет? Вот вы вообще задумаетесь, вот то, что здесь Христос нам сказал. Десять талантов даю, пять талантов даю, там один кому-то дал талант, да? Пусти все это в оборот, и там мы читаем, пустили все это в оборот, и на это было сказано 150 проповедей, не меньше. Но реально это для тебя сегодня или нет? Вот как ты сегодня вот это понимаешь? Понимать ты понимаешь, понимать я понимаю. Насколько реально в твоей жизни тот бизнес, который предлагает тебе сегодня Христос? Здесь явно предложено дело. Здесь явно предложено дело. И предложено дело крайне серьезное. Христос предупредил о этом бизнесе земном. Занимающиеся этим бизнесом попадают под крайне, знаете, опасное такое стечение обстоятельств, потому что мир изменчив. Сегодня воры, сегодня кризисы, сегодня инфляция и тому подобное. Это было вчера, это было позавчера, это было при Христе, это было до Христа. И люди теряют эти свои богатства. Христос предлагает такой бизнес, который ты никогда не потеряешь. И постоянно эти дивиденды, которые ты будешь вкладывать, они будут расти у тебя. Ты это веришь? Знаете, я в это верю. Если я верю в это, реально ли это для меня? Вот смотрите, небо, небо. Как вот вы представляете себе небо, я не знаю, да? Это очень сложно, небесное устройство. Великие апостолы говорили, что там это очень-очень, как сквозь тусклое стекло, человек понимает, это небесное устройство. О нем мы очень мало знаем. Апостол сказал, что будем подобны Сыну Божию. Но знаете, друзья, я думаю, что, как говорит, некоторые места говорят в Священном Писании. И сам Иисус Христос сказал, когда говорил притчу о богатых, а тот, кто вкладывает здесь, он предлагал другое вложение. Предлагал вкладывать в небесное, чтобы ты, когда туда придешь, там тебя ожидало очень-очень большое богатство. Очень-очень много сокровищ, которые ты соберешь сегодня уже здесь, на этой земле. Для чего? Для будущей твоей жизни там, на небе. Вот это как реально для тебя и нереально. Вы знаете, мы как-то здесь рассуждали, думали так. В этом бизнесе, дорогой брат и сестра, в этом бизнесе у тебя нет ни одного конкурента, поверьте. Есть конкуренты. Вы, наверное, понимаете, что значит собирать там себе сокровища на небесах. В бизнесе на земле, там где любой бизнес, да, поставь там на базаре, там купюку это как его место заплатить. Тут же придет какая-то бабка и скажет, давай, что ты тут, вот это было мое место здесь, там, а ну двинься отсюда, ты мое здесь занял. Там где-то ты что-то начинаешь, ой, там это наше было, ты залез там на нашу территорию. И даже в маленьком, не говоря о крупном бизнесе, там поедают люди друг друга зубами, там волчьи законы, лишь бы оно мне. В бизнесе духовном, друзья, там никакой конкуренции у тебя нет. Ты можешь стать очень и очень богатым человеком. Все зависит от того, друзья, насколько реально для тебя сегодня Царство Божие и Небо. Насколько это реально. Если оно реально для тебя, то ты будешь все деньги, все свои средства, все свою энергию вкладывать именно в Царство Божие. Чтобы когда придешь туда, туда в Царство Божие, чтобы, знаете, там может быть ты такое увидишь. И Бог тебе скажет, вот это все твое. Все то, что ты собрал своей жизнью, святой жизнью здесь на земле. И об этом говорил Христос. Он говорил богатым. Не надейся на богатство, не надейся люди. И первые христиане раздавали это имущество. Они давали это все там бедным, нищим раздавали. И сразу на их счет, на их счет там на небе, там ложилось огромное сокровище. Огромное сокровище. Христос сегодня учит быть верными Богу, учит верными друг другу, чтобы ты был надежным человеком. И если ты проявляешь сегодня надежность, если ты человек, на которого могут сегодня довериться, если на практике жизни сегодня ты исполняешь Божье Слово, несметные сокровища там ожидают тебя там на небе. Те сокровища, несметные сокровища. Вы знаете, просто все зависит от того, насколько ты, насколько ты видишь это, насколько ты это все понимаешь, и готов вкладывать туда эти деньги. Бизнес, братья и сестры, дело серьезное. Это очень серьезное дело. И оно требует больших затрат. И очень много мыслей. Очень суть духовного, суть духовного, это твоя жертвенность. Жертвенность во всем. Здесь сейчас не только о материальном говорится. Когда Христос говорил 10, 5, там не 1, там 3 таланта, да, то речь там идет о чем? Не каждый может сделать то, что дано по откровению тому, кто получил 10 талантов. Кому-то дано 5 талантов, кому-то дан там 1 талант. Главное, что ты употреби эту любовь к Божьей. Характер Иисуса Христа употреби все это на то, чтобы тебе иметь там сокровище на небесах. Слава Богу. Вот что говорил постоянно Христос, когда Он говорил там этому юноше, пойди, продай, будешь иметь сокровище на небесах. Притчи о богатом человеке, Он говорил, собрал огромный там урожай, амбары там новые построил. Сегодня же, говорит, ты умрешь. Что у тебя есть на небе? Ты туда перейдешь, это все оставляешь здесь земное. Все оставляешь. А идешь туда с голыми руками, там ничего, ты нах, я вышел, нах, ухожу. Что там у тебя сегодня есть? Вот этот вопрос, друзья, очень важно задаться себе этим вопросом. Сколько я там уже насобирал? Что там меня ждет там на небе? Сколько у меня? Христос явно говорил, будешь иметь сокровище, будешь иметь сокровище, будешь иметь сокровище на небесах. Что там есть у меня? Вот это, друзья, я хотел бы, чтобы мы задумались. Задумались. И в этом, в любви, в любви, да, не может быть конкурентов. Вы не можете, смотрите, сегодня есть больные. Близко к сердцу я принес это, узнал, побежал я, посетил, помог словом, помог делом, вражда где-то люди враждуют. Уступил я, примирил я этих людей, посел ли я добро, куда я вхожу, какие-то общества, приношу ли я мир, приношу ли я туда благословение. Это все общие купи, оно составляет то, что это валюта небесная, которая там отправляется туда на небеса, которая тебя будет ждать. Очень хорошо, друзья, чтобы это стало реальным. Чтобы это стало реальным в нашей жизни. Иначе оно останется только на слове. Только на слове. Будут, возможно, знаете, ты можешь веру это принять, сегодня нет у меня денег, да? Нет денег. И Яков говорит, Яков говорит, что не бедных ли мира сего избрал Господь, чтобы быть богатыми верою, да? Богатыми верою. Ты можешь стать очень богатым человеком. Царство Божие, друзья, Царство Божие, это не дух какой-то, где-то что-то ты летаешь, что-то такое эфемерное и какое-то призрачное, где там что-то духи летают туда-сюда, как привидение. Царство Божие, это реальное, материальное, это реальное царство там на небе. Просто другого устроения, чем на земле. Совершенно другого устроения. И придя туда, придя туда, Бог дает тебе сегодня здесь, пока ты туда не пришел, заработать, чтобы тебе быть богатым человеком. Одним людям он сказал, Павел предупредил, смотри, как ты делаешь, смотри, как ты живешь, смотри, как ты строишь. Золото там тебя ждет, серебро тебя ждет, драгоценные камни там тебя ждут или там тебя ничего не ждет. Дерево, сено и солома, которые попали, этот самый, сам сгорит это дело и ничего там на небе нет. Вот важно об этом, братья и сестры, задуматься. Знаете, что оно реальным стало, я должен помолиться об этом. Господи, сделай, чтобы это было реальным. Научи меня быть этим успешным бизнесменом духовным, чтобы мне отправлять это все на небо, чтобы оно там меня встретило, чтобы я действительно был богатым человеком там на небе, вот этими делами добрыми богател, делами веры я богател. Небесный Иерусалим, там Бог, помните, там он сходит с неба, сходит с неба от Бога и это какой-то удивительный город, это удивительный город, а если почитаешь и посмотришь, Небесный Иерусалим это ты, Небесный Иерусалим это мы, там нет ни дерева, ни сена, ни соломы, ни кирпичей, нет ничего, вот то, что сделано из земли, это химического состава вот этого, там, как бы, там все сделано из золота, серебра, драгоценных камней, жемчужин, весь город из этого. Я думаю, друзья, почему этот город из этого? Каждый, живший на этой земле, своими делами, своей верой, своей любовью, отправляет это сокровище туда, вот получается этот Небесный Год. в свете которого, который заполняет сам Господь, светила его Агнец, который просвещает, и в свете его уже ходят дальше написано спасенные народы. Вот пусть Бог благословит вас, братья и сестры, меня пусть благословит, чтобы это дело, собирать себе сокровища на небеса, стало реальным делом нашей жизни. Как этот бизнесмен с утра до вечера думает о том, как ему заработать деньги, думает с утра до вечера, как тебе заработать духовные ценности, как мне помочь моему брату и сестре, как мне смиряться перед Богом, как мне делать дела Божьи, как мне служить перед Богом, служить постоянно перед Богом, со всяким постоянством, и делая все это, принося в жертву время, принося в жертву самого себя, ущемляя во многом себя, отказывая во многом себе, только тогда ты там будешь иметь, как и Христос это все сделал и совершил в своей жизни. Да благословит нас Бог, да благословит Господь. Давайте мы помолимся, наверное, помолимся за все, за все то, что сегодня мы говорили, говорили и об этом измерении, говорили и об этих весах, и, кстати, про эти весы тоже. Где эти весы? Вот ты реально можешь зайти на эти весы? Вот реально почувствовать, вот сейчас я, на одной этаге, где это весы? Это весы, да? И есть весы, которые вообще без гиль, может быть, это Божьи весы. И Бог сказал там, я положу некоторых людей на эти весы, и они окажутся даже легче пустоты. Даже Слово Божие не будет висеть на них. С одной стороны, Слова Божие даже нет. Просто это Божьи весы. И эти люди оказываются легче пустоты на Божьих весах. Так написано в Слове Божьем. А с другой стороны, есть весы, на которых лежит Божье Слово. И вот ты сейчас встань на эти весы. Они шелохнутся, эти весы, вообще или нет? Как вы думаете? Приподнимутся? Или сравняются? А? Вот смотрите, весы, это Божье Слово написано. С одной стороны, весы, это гиря, с другой стороны, ты должен сесть туда. Или сталь. Божье Слово там, я должен встать. Я представляю сейчас, встал туда, они не шелохнутся. Кто добрые дела делал. Это будет очень страшно. Это будет очень страшно. Если они там слегка шелохнулись, они должны сравняться. Да? Если так, мы говорим так, образно так это все говорим. Все это должно быть реально, Очень реально. Потому что Царство Божие реально, и я в этом Царстве реален. Как тот небесный Иерусалим, ты тоже посмотри, там-то он из золота и серебра, это будущее увидел Иоанн. А ты туда что-то положил, ты туда что-то внес. Твоя лепта какая из этого золота и серебра туда? Моя лепта какая там из золота и серебра? Очень важно это. Потому что благословит Господь нас, чтобы нам встретиться на небе, и мы там встретимся, чтобы у нас всех было очень много. Очень много, да? Очень много. И у вас, у меня, чтобы... А Христос, он радуется. Христос, он радуется. Это не так, как здесь, там, за каждую копейку надо бороться. За каждое твое дело Христос отвешивает мерою полную, нагнетенную и трясенной. За каждое дело любви, за каждое дело веры, за каждый твой поступок, сделанный из Иисуса Христа и Сходящего. Мерою полную. Придешь на небо, может, у тебя вечности не хватит посчитать этих дней. Да благословит тебя Господь. И меня, чтобы действительно так оно и было в нашей жизни. Слава Богу. Давайте будем надеяться.